Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами... Юджин, мы сегодня что? Продолжай говорить. Мне неловко в этом признаваться, но я не знаю, что говорить. Ты что, серьезно? Просто иди по сценарию. Ну, вот как раз таки, видишь ли, ты что, не написал сценарий? Так, прежде чем меня ругать, позволь объяснить. Сидел я, значит, за своим обычным ноутбуком и пытался написать сценарий для этой серии. Но работать было невозможно, он постоянно перегревался. Низкое разрешение экрана, вообще неудобно работать с текстом. И вот в таких вот условиях я вынужден постоянно работать. В общем, я не выдержал и бомбанул. Столько лет прошло, а ты до сих пор не можешь наладить рабочую атмосферу. Тебе нужен прекрасный ноутбук Lenovo Legion 5 iPro с процессором Intel Core i7. Экран 16 на 10 очень подходит для работы. Больше строк кода, больше строк экселя, больше полезного рабочего пространства. Никакого вредного синего излучения и мерцания. Работай дольше без вреда для глаз. Рассчитанная на комфортную печать клавиатура TrueStrike. Оснащенная отверстием воздухозабора для охлаждения при интенсивной нагрузке. Больше никакого перегрева с системой охлаждения рассчитаны на полный теплопакет процессора Intel 11-го поколения и видеокарты RTX 30-й серии. Причем отводится до 140 ватт тепла. Стоп. Почему на ноутбуке пятно? Ассистент? Отличная работа. Кроме того, что ноутбук идеален для работы, он еще и игровой. Max Switch позволяет ноутбуку переключаться между режимами гибрид-мод для повышения производительности в играх. Слушай, это отличная находка для меня. Спасибо. Забирай его скорее и иди уже работай над сценарием, чтобы видос получился крутым. Понял? Будет сделано. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами... Почему ты опять молчишь? Ты что, всю ночь игрался в игры вместо работы? Как же ты бесишь? А тем временем мы с вами продолжаем за Астрид искать топливо. И я подумал, что мне необходимо найти бункеры, о которых где-то я слышал уже. Поэтому на сегодня задача такая, найти бункеры, потому что, скорее всего, там будет очень много топлива. Я тут читерил немножечко и узнал, что бункер находится вот в этой области. Один из бункеров. Второй находится где-то вот тут вот. Третий фиг знает где. Но я думаю пойти вот сюда, чтобы быть прямо рядом. Но с другой стороны, сейчас я подумал, что если там очень мало будет, то мне придется со всех бункеров собирать. Соответственно, лучше туда и пойти еще и вот сюда. Нам придется вот такой вот обход сделать. Вот в эту область. У нас две стрелы всего. Будем использовать их, чтобы убить волка. Или волков. Если они вдруг на нас-то пойдут. А чё я делаю? Куда я иду? Посмотрите на мое здоровье. Посмотрите на мой отдых. Его нету. Просто краснющие глаза, заплывшие от того, что очень хочет спать Астрид. Мы не можем продолжать движение никуда, пока мы не поспим. Прямо часов на десять, например, чтобы всю ночь проспать. Уверен, нас ждет прекрасный тихий и умиротворенный сон. Я не могу двигаться. Сонный паралич. А может быть, это сонный паралич? У меня пани... Медведь? Евгений? Что ты здесь делаешь? Да, это сонный паралич. Я есть сонный... Нет, ты не сонный паралич. Просто медведь, который завалился на меня сверху. Нет, я сонный паралич. Пожалуйста, больше так не делай. Ладно, извини, я пойду. Спасибо. Просто хотел поспать в тепле. Ночка выдалась не очень спокойная, однако мы хорошо отдохнули. Мы хотим есть, но мы, думаю, потерпим. У нас полностью 100 хп. Все восстановили. Что у нас там? Минус 10? Ну, как сказать. Я думаю, мы сможем дойти, ничего не случится с нами. Если что, костер разведем. У нас есть из чего его разводить. Рецепт костра. Палочка. Палочка. Ставим палочки друг напротив друга. И просим их ответить на провокационный вопрос. Между ними разгорится жаркий спор, и так начнется кострище. Все будет испепелено. Ой, мы идем по опасному склону. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ножками так быстренько хоп, спускаемся. Все, молодец, Астрид спасла свои лодыжки. Это легенда об Астрид и спасенных лодыжках. Жила-была Астрид, у нее были две замечательные и очень сильные лодыжки, которые всегда ломались. Но однажды Астрид подумал своей головой и не пошла по крутому склону. Шкала волков появилась. Мне должен спасти олень. Он должен отвлечь их на себя. Олень, куда ты побежал? Сыкло. Помоги мне. О-о-о. Олень твой. Я выстрелю. Не смейте подходить ко мне. Четыре волка. Так, экономим. Застало. Застало. Чертова пушнина. Да, блин. Я так боюсь выстрелить. Я такой нерешительный. Да, господи. Я могу спуститься, на самом деле, с этой скалы. Вот так вот аккуратненько. Ах, как они скулят ультразвуком. Неприятно. Может быть, револьвером? Оп. Да, какого хрена? Ему насрать. Ах. Оп. Падла. Да е-мое. Слушай, каждый меня, да, хренак нет? Давайте зайдем вот сюда на горочку. Ха-ха-ха-ха. А я смог забежать, а ты не сможешь. По жопе. Да когда же ты умрешь? Я тебя... Я тебя изгоню. Просто из... Ладно. Он изгнан. Револьвер не убивает волка. Стоп, стоп, стоп. Нам нужно подобрать линзы. Ой, гильзы. Эй, линзы, потому что я плохо вижу. Поэтому я так плохо стреляю. Потом сделаем из них пыль припасе. Нет! Оно решило вернуться. Какая же ты сволочь. Оп. Ха-ха. Есть. Он очень плохо упал. Где стрела? Вот, фу. Как бы уже нужно немножко подсогреться. Снежное укрытие или костер. Давайте костер. На вот такой палке. Ах. Я разделяю твои страдания, Астрид. Просто подстава. Да сволочь! Слушайте, уже здесь перестало меня защищать от ветра. От снега не защитит ничего. Давайте встанем вот сюда тогда. Давай! По-хорошему с огнем нельзя. Надо просто оскорблять всех, кто ему дорог. Уголек, мразь. Понял? Твой друг, уголек... Сволочь! Все, спасибо. Вот так. Я бы даже, на самом деле, взял факел. Да. И пойдем. Все, я вышел на тропу. Мне аж вот сюда нужно. О, мой факел. Все, он догорает. Оставлю его в руках. Кину в волка, если что. Прекрасная избушка здесь есть. Если что, поспим. И придем в порядок. А где мой факел? Она сама его выкинула? Что за привольное решение? Без самодеятельности Астрид. Пожалуйста. Я хотел держать его в руках. Вот разрушенные действия. Я не могу ничего с ним сделать, кроме как за две минуты собрать. Ладно, хотя бы какая-то польза будет от него. Две палочки получим. Я не доктор, но мне очень не нравится, как Астрид дышит. Послушайте просто. Вот, значит, разрушенные домики. Стойте, а я знаю эти разрушенные домики. Я шел вон откуда-то оттуда, когда еще помните давно в старом ролике вот здесь, когда я сбегал от медведя. Когда он за мной охотился как одержимый просто мной. Я здесь был. И здесь вот тут вот был бункер. Но здесь его, к сожалению, нет. А должен быть, по идее. Меня опять опрокинули. Ладно, пойдемте к избушке. Погреемся. Господи, как я устал за Астрид идти. Ну где же ты, избушка? Реально, где избушка? Где избушка? Какая-то машина стоит. Дохлый чувак. Я помню это тоже. А, да, точно, все эти машины я помню. А избушка где? Я же видел ее, когда шел сюда. Точка разногласия. А, у этих ребят разногласия случилось. Они побили друг друга насмерть. Понимаю, понимаю. Где избушка? Вот что я не понимаю. Вон она. Как далеко. Смотрите мои показатели. Я вообще по нулям все почти. Боже мой. Я пришел. Ох, какая классная кровать. Кстати, я здесь не был ни разу в этой избушке, получается. Отлично. Хорош. Нет, я был здесь. Тут я все искал. Но я, видимо, забыл про этот контейнер под кроватью. Так, здесь у нас мы отогреваемся. Обезболивающее, нихрена. Я это упустил. Давайте стеблями напитаемся сейчас. Ладно, давайте что сделаем. Поспим. Три часика. Все, воды слишком мало. Давайте выходим. Я думаю, надо здесь вот поставить костер. Костер не удалось разжечь. Я молчал. Но я сейчас выпущу весь свой гнев. На тебя костер. Ты пожалеешь, если вдруг не разожжешься. Пожалеешь. Это работает. Это работает, как только угрозы идут. Хорошо. Давайте в воду. Ой, в пустой банке только могу. Я что, котелок с собой не взял? В смысле? У меня нету с собой кастрюли? Зато у меня вот чего есть. Посмотрите, как много всякого хлама. Вот зачем оно мне? Бросить. Бросить. Уродские перчатки. Астрид, бросить. Бросить, бросить. Ну так, чуть-чуть облегчились. О! Это что за прикол? Ой, благо я здесь поставил костер. Водичка готова. Пьем. Ну-ка, может, что-то можем приготовить? Травяной чай. Давайте сделаем. Уже почти ночь. На самом деле, нам некуда дальше идти. Ну нет, просто так, получается, сюда пришел. Я вот только что-то не понял. Я же находил информацию о бункере. Чаек мы выпили. В общем, я выяснил. Я не знаю, если это так, то это полная жесть. Оказывается, бункеры появляются только, когда ты активируешь задание. Нам нужно идти в магазинчик и найти там какую-то записку, в которой будет сказано про эти бункеры. Съешь это. Все, давайте в дом. Надеюсь, нас ждет качественный отдых. Вот, кажется, солнышко за окном. Минус 17. Мы не дойдем. Но у нас нет выбора. Давайте побежим просто. Мы просто пару метров пробегаем, и она устает. Посмотрите. Чисто. И даже не успевая разогнаться, а уже тратится огромное количество силы. Посмотрите. Хоп. Я даже разогнаться не успел. Она только от одного моего намерения уже устает. Разгон. 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 Сейчас взлетим. Расправляй крылья. Отлично. Ну, такое себе расстояние, конечно, позорное. Вы видели это? Я это видел. Вы все это видим прямо сейчас? Раз. Сволочь. Ага. Получил. Бежит, бежит. Есть. Есть. Испугал. Хотя бы испугал. Уже что-то. Где моя стрела? Вон моя стрела бежит. Ой. Я промахнулся. Как обидно. Поскольку он уже раз меня куснул? Да он уже наелся. Есть. Нет. Нет. Моя стрела. Теперь я не могу стрелять. Камнем кину. Вот так вот я лишился всех стрел. Конечно, можно было бы побежать за тем волком, найти его. Я побегу за ним, мне пофигу. Блин. С другой стороны, мне уже надо быстрее согреться где-нибудь. Вот следы, вот следы. Мне пофигу. Я следопыт. Где? Где? Блин, он пытался запутать его. Ах ты, сволочье. Все, мы его не найдем больше. Если что, помним, у нас есть шприц адреналина. Но это крайний случай. Интересно, что для Евгения крайний случай. Я могу просто до минимума все до предела доводить, но я очень экономный. Да в целом я уже пришел, я выживу. Все нормально. Ура. Ура. Согреваюсь, скушиваюсь и спиваюсь. Вот теперь я себя чувствую прекрасно. Значит, информация следующая, что в магазинчике должен быть какой-то портфель с запиской. Мы в магазине. Где-то должен быть рюкзак. Здесь его нету. Ах, проблемка. Почему-то там не оказалось рюкзака никакого. Я же помню, я где-то видел какую-то записку, что-то связанную с бункерами. Что-то было связанное. Ладно, давайте зайдем сюда. Пройдемся по людским жизням. И сложим что-нибудь еще. Так, нам нужно еще адовое количество калорий еды. Настолько адовое, что всего этого, то, что я сейчас вот накидаю, не хватит даже. Я наткнулся на очень привередливых выживших. И они максимально строгие. И нет, Астри. Нам нужно 19 тысяч калорий. Нас не волнует. Ни калорий ей меньше. Хорошо, давайте попробуем с древностями разобраться церковными. Томас. У вас здорово получается. Ваши усилия дают плоды. Но работа еще не закончена. Хорошо, церковная древность не для него. А для кого? А, церковная древность вот сюда. Нужно в церковь идти. Заходим. Разместите церковную древность. А, вот, все, ура, сделано. Вернитесь в церковь завтра. Ух ты, хорошо, мы вернемся обязательно. Хоть какой-то прогресс есть. Зашел в домик рядом с церковью. Здесь есть удочка, кстати говоря. И спички еще. Как я мог их не заметить? Ведь, очевидно, я уже здесь был. Видите, пусто шкаф. Да, я уже здесь все осматривал. Антисептик не нашел. Ну, какой, однако, Евгений невнимательный. И холодильники не обыскал. А, ну, я не обыскал, понимаете? Степень моей халатности, кошмар. Погодите, смотрите, нашел канистра с горючим. А, 1,8 литров. Как я так не заметил? Ну, как я так заметил? Я все еще в поиске записки, которая даст мне понять, где бункеры. А, просто лежала. Как хорошо. Если сейчас 0,69 керосина, а нужно 3? Черт возьми, не хватает совсем чуть-чуть. Кстати, уже следующий день настал, а значит, мне нужно идти в церковь. Мы здесь. Зачем нам здесь быть? Благодарственное письмо. Шапка из кроечего меха. Фу, я доделался, что будет что-нибудь больше, чем просто спасибо и свечка. Могу лишь поблагодарить вас за то, что вы для нас сделали и за то, что вы впустили в себя свет божий. Кем бы вы ни были, я чувствую, что вы пережили событие куда похуже, чем снежной бури. И все ради того, чтобы вернуть нам это сокровище. Мы никогда не забудем вас, отец Томас. А, он не стал говорить мне это, почему-то в лицо постеснялся. Оп, смотрите, какой я красивый человек. У меня есть вариант один. Сбегать вот заброшенные хижины, вот туда, недалеко отсюда. По информации записка может быть еще и там. Ветер такой поднялся, пока я тут стою, Тимофеевку нарываю себе. Давай разжигайся, уродский огонь. Слушайте, я что сейчас подумал? А вдруг вот эта вот штука, она как бы действует? Просто у нас не обновляется информация. Такое может быть? Ну, может быть. Смотрите, у нас будет сейчас энергия, согревание, и все это будет прибавляться одновременно. Давайте возьмем факел. Пошли. Он тоже нас будет согревать немножко. Я сказал, немножко. Потерпи, Евгений. Посмотри, какое согревание идет. И какое охлаждение идет. Странно, что при такой-то вьюге я спокойно иду. Она медует прямо в лицо, а я иду. А что это маленькому ветерочку подняться? Я такой сразу... Ага, ага. Не могу идти быстро. Кажется, все. Так, осмотрено. Записка оратора. Про бункер! Вот она записка! Могу лишь благодарить вас за то, что вы для нас сделали. И за то, что вы... Стоп, я не то читаю. Вот. Извините. Записка лесного оратора про бункер. Старик скрывается неизвестно где, но он должен был оставить какое-нибудь снаряжение. В любом случае, другого выхода нет. М. Бункер, вот! Опять идти в то место! Ну ладно, главное, что мы нашли. Это прогресс, ребят. Наконец-то. Я же помню, что я находил что-то в записку, но почему-то я не взял ее. Я бы уже давно все нашел. Столько времени просрал. Теперь не мучаемся и просто идем вдоль дороги. Заодно и придем туда, где дорожное происшествие произошло. Разрулим его. Нет-нет-нет, это волчара! Вон он спускается. Давайте присядем. Будем надеяться, что он не заметит нас. Ну да уж там, он идет прямо в нашу сторону. Ладно, давайте вот так сделаем, кинем. Чувствую, придется зажигать этот факел. Какой же ты, блин, настырный. Ну поверни ты в другую сторону. Ну, смотрите, он смотрит прямо на меня. Вот что-то закопал. Что-то там ищет. Клад. Есть, спасибо, спасибо, что повернул. Спасибо, спасибо, спасибо. Пусто. Это не атакующий волк, это волк патрулирующий. Вся надежда на этот бункер. Там все должно быть, все для меня. Ворон. Я слышу его, он говорит мне, что вроде бы как все окей. Я думаю, это он говорит. Он зовет меня. Бункер! Бункер! Ай, заползай в бункер! Ой, ой, тихо, тихо. Пожалуйста, страшно. Да страшно, ну брось, брось, брось. Да что происходит? Так. Есть, спасибо, есть, наконец-то. Антибиотики. Мы сделали это, ребят, мы это сделали. Топливо для фонаря, фонарь, аптечка. Все, забираем. Заткнись, астрец, все хорошо будет. Давай, открывай все. Воды и повязки. Штаны зимние. Водонепроницаемый слой. Ну ладно, хорошо. Газировка. Пакел. Чуть мало еды, я думал будет больше еды. Но главное есть топливо. Есть! Есть пульки. Вон еда стоит слева, вижу. А, да. Еще вода. Опа, смотрите, журнал Джоплина. Метель на подходе. Никто не знает, когда она будет здесь. Но я уже чувствую ее. Это не остановить. Пока она не утихнет, лучше не высовываться. Посетите тайник Джоплина, чтобы найти больше припасов. Не обязательно. Высушенная кожа. Все обязательно. Мы все... Ой, 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 все. Ой, все там еще армейские. Ой, сколько припасов. Так, верстак. Мы можем сделать стрелу? Простая стрела, вот мы можем, мне кажется, ее сделать. Да, мы можем сделать. Наконец-то, блин. Погодите. Что это, мать? Что это, мать? Электричество заработало, я знаю, что это значит. Это северное сияние. Мне нельзя выходить сейчас. Волке будет очень опасно. Энергетический напиток гол. Кстати, да, у меня же энергетики есть целая куча. Я смогу добежать. Чисто на одних энергетика. Патроны для револьвера. Еще, 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 еще. Прекрасно, здорово. Какая спасительная находка. Смотрите, еще какая-то записка. Лесного оратора. Время неумолимо летит и обрушивается на нас. Как и эти булыжники с высоких холмов. Это принесет пользу всему великому медведю. Даже если мать природа восстановит отрадную долину. Тем, кто уцелеет, придется смириться и умереть, или уйти. Лесной оратор, как всегда, орет. Нас ждет очень сложное приключение. Будение прекратилось. Что ж, это прекрасная новость. Я не хотел уйти в северное сияние. Разжирев как следует, мы отправляемся домой. Мои энергетики, что дают? Дает прибавку к выносливости и надолго снижает усталость. Но может вызвать головные боли. Так, усталость снизилась, но я не бегу. А, изображение немножко ухудшилось. Голова болит. Неужели я буду сейчас такой огромный путь проделывать еще раз? И при этом с такой скоростью. Это, боже мой, боже мой. А, не, не. Знаете, что думаю? Надо что-то потихонечку выбрасывать. Котелок. Один килограмм бросить. Вот эти стаканы бросить. Металлолом? Да иди что в жопу, металлолом. Килограмм камней в карманах бросить. Штаны. Два и четыре. Погодите. Один на девять. А я ношу какое-то говно. Вместо того, чтобы одеть вот это, носить. Это говно бросить. Смотрите, сколько палок у нас на четыре килограмма. Бросим все палки. Нафиг. Два ножа. Пока нож. Набор для шития. Я просто швея. Да, обожаю. Просто такой след остается из всякого барахла. Будет ходить теперь легенда о великом. Или, не знаю, не великом, а сумасшедшем. Который барахольщик. Ходит и разбрасывается барахлом. Не знаю, как вы. А я бахну энергетика сейчас. Вот это место, где был волк. Здесь надо быть осторожным. О! Оп, не зови своих. Не зови, я ухожу. А! Тихо, они боятся. Они боятся. Они, это работает. Кыш! Хэш, я сказал. Это магия. Она погубит тебя и твою семью. Убийствует рот. Короче, идем спиной, я так понимаю. Чертовы стервятники. Что ты стонешь, Астрид? Какой классный факел. О! Я недооценивал факел. В смысле, я знал его эффективность раньше. Но сейчас я почему-то вообще им не пользовался. А он такой классный. Остался классным. Был и остался. Никогда не меняйся факел. Тимофеевка. Уже слюнки текут. Я обожаю. Все, кидаем. Тимофеевка. И входим. Что-то не ядцы. Лежите, да, симулируйте. Делайте вид, что болеете. Такие, о-о-о-о, Астрид зашла, быстрее кашляй. Ненавижу вас всех искренне. Делаю это только для того, чтобы продвинуться по сюжету. Корма, раз, два, три. Армейский ирб. Вот, осталось совсем чуть-чуть. Тыщу. Есть! Окей, и теперь антисептик, либо повязка. Антисептика у меня просто дохрена. Давайте его. Наконец-то! Томас! Где Томас? Томас? Я немножко подустал от Томаса. Ну давай, проповедуй. Поговорите с отцом Томаса. Смотрите, как мне подойти к нему, чтобы поговорить? Хорошо, я заберусь вот сюда. Заберусь, да. Как с тобой говорить, с твоей задницей? Благодарю вас за труды. Возможно, вы спасли жизни всех этих людей. Что-то возможно. Теперь у них появился хороший шанс пережить снежную бурю. Вы совершили праведный поступок. Господь всегда будет благосклонен к вам. Спасибо, святой отец. Как вы думаете, если он ко мне благословен, сможет ли он мне помочь выбраться отсюда? Как я уже говорил, дороги сильно занесло. Но метель... Она могла сместить часть снега, чтобы... Чтобы что? Есть и другой путь. Но он очень опасный. Через горы. Нет, опять туда идти. Я готов рискнуть. Мне очень нужно попасть в неотступные мельницы. Если что, дела плохи, там все еще хуже. Послушайте, мне нужно туда попасть. Вы поможете мне? Вход в старую угольную шахту. Если метель расчистила достаточно снега, вы сможете там пройти. Шахта проходит прямо через горы. Затем вы увидите шоссе. Оно огибает побережье. Идите по шоссе, и с божьей помощью вы доберетесь до неотступных мельниц. Вот. Я нарисую для вас карту. Спасибо, святой отец. Это вам спасибо, дитя мое. Если не откажете старому священнику в одной просьбе, я хотел бы поделиться с вами одной мудростью. Конечно, святой отец. Ваше бремя. Его тяжесть гнетет вас. Я не знаю, о чем вы говорите. Знаете. Вам не обязательно нести его в одиночку. Послушайте, святой отец. Конечно, спасибо вам, но религия не... Я говорю, это не для того, чтобы повлиять на вас или помочь вам найти веру. Но чтобы помочь найти что-нибудь, кого-нибудь, кто облегчит вашу ношу. Иначе она поглотит вас. Оглянитесь, святой отец. Думаю, Господь сейчас и без сомнения слишком занят. Каким бы ни было мое бремя, я буду его нести в одиночку. Каким бы тесным ни казался его дом, в нем всегда найдется место для вас, дитя мое. Как скажете, святой отец. Вот, вы можете их забрать. Оставьте их у себя, дитя мое. Боюсь, они вам еще понадобятся. Зима будет долгой. Четвертая глава. Последствия. Покиньте общественный клуб. Это наше задание? Типа, валите отсюда. И валите из 21-го года. А вы знаете, ребят? Я думаю, что время пришло. Я думаю, пора валить из 21-го года. Евгений, тебе предстоит еще многое увидеть и многое узнать. Следуй за мной. О боже мой, какая метель. И мне нужно идти туда, в этот холод, в этот мрак. Как же я там выживу? Знаете, есть одна идея. Нет, я не к тому, что я сейчас собираюсь косплеить Деда Мороза или Санта Клауса. Просто мне кажется, что я вдруг понял, что означает эта шапка. Ведь, понятное дело, что эту шапку можно даже и не надевать. Но мне кажется, что очень важно надевать ее ментально. Потому что какая бы там вьюга вас не ждала в будущем, мне кажется, именно вот эта штука на голове символизирует ваш позитивный настрой. И вашу решимость пройти все вот это с улыбкой на лице. И мы уже столько вместе с вами прошли, столько раз мы перешагивали отметку в следующий год. И никогда не теряли эту самую прекрасную лучезарную улыбку. И это не только моя заслуга, это наша общая заслуга. Это наш непоколебимый дух. Это наше стремление никогда не заканчивать путешествие, а всегда идти, идти, идти вперед. Вместе с этой самой нашей любимой длинной походочкой Лонг Дарка. Ну вы помните. Друзья, я просто уверен, что там, за этой страшной на первый взгляд мглой, нас ждет что-то потрясающее. Что-то яркое и незабываемое. Нужно лишь пройти немножко. Ведь даже у этой белой мглы есть свой символизм. Она означает холст, чистый лист. Вы можете нарисовать на ней все, что вы сами хотите. Следуйте за тем, что вы там нарисовали. И я уверен, что именно это вы и найдете, когда пройдете сквозь эту мглу. Лично мне кажется, что меня там ждет то самое тайное послание, которое отправил мне Алинис Будущего аж в 2016 году. Следуй за мной, не отставай, твое время еще не пришло. И если вы бы сейчас знали, что происходит в моей жизни, а именно вот здесь, в этой главе, вы бы поняли, насколько тот эпизод старый в Лонг Дарк оказался пророческим для меня. Мне кажется, что я действительно выползаю из тьмы. Мне кажется, мое время и правда пришло. Надеюсь, что в это верит и олень. И впервые у меня ощущение, что именно я опаздываю с пониманием того, что хотел мне донести олень. Но я готов слушать. Я готов идти туда. Давайте, друзья, пойдем вместе. Веселой походкой. Но перед этим нужно соблюсти еще одну нашу традицию. И спить этот прекрасный бокал замечательного молока. В честь всего того, что нас там с вами ждет. Не переживайте, ребят. Все будет зашибись. Надо просто держаться вместе. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова